Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в Криминалочку на сервере Мазин Холли Плей, первый сервер, мы здесь Кирилл Путбуль. Итак, сегодня мы посмотрим обновление, которое вышло вчера, то есть 05.06.2018 года. Обновление такое, знаете, хорошенькое, конкретное, и сегодня мы подробно всё рассмотрим. Обязательно поставьте лайк, и кто не подписан, подпишитесь. Ну и погнали смотреть обновление. Так, чуваки, у меня бенз заканчивается, но это не проблема, потому что, да, потому что в прошлом обновлении ввели вот такую команду, кит, и даётся вам такая, такой бонусик, можно сказать, для випов. Это ремкомплект, аптечка и канистра, очень даже удобная тема. Блин, обновление, конечно, так круто, пацаны, прошло меньше недели, как вышло предыдущее обновление, и, блин, как по мне, вот это личное мнение, что, блин, как-то часто тоже плохо, на самом деле. Почему? Я лично не успел даже, ну, толком привыкнуть, что администрация теперь одна, и не привыкнул к тому, что новая дорога там в Батырево появилась и так далее. Очень долго привыкать приходится, вот в чём проблема. Но так, красавчики, мазин, что обновы делают, годные. Ну, годные мы сейчас проверим, это годные они или нет. Давайте изначально сейчас заедем в Южный, я вам покажу систему общака в семьях, да. Сделали систему общака, короче. Сейчас я вам её продемонстрирую. И сделали такую тему, что, по-моему, раз в сутки или в час нужно платить 100 рублей за участников фаме. Как по мне, это полный бред, потому что много людей в фаме, которые не играют. Есть старые фамы, в которых там тысяча людей, там 500, 2000 людей. И половина из них не играет, даже больше. Вот в чём проблема. И из-за них приходится налог писать, а вручную вот это их убирать, так сказать, это бред будет полный. Тем более, чтобы быть в топе, нужно было, чтобы много людей в фаме. Сейчас я вам покажу всё, как эта система работает. Мне, я зашёл в игру, кстати, мне написало, что, видите, общак в вашей семье слишком мал. 7900. Пополните общак в вашей семье, или она будет распущена через 9 дней. Минуточку внимания, хочу поставить вам свой бизнес. Мой бизнес, это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41. В моём бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Если вы 10 дней не платите в общак, деньги, короче, то ваша семья расформируется, то ли сюда лица. Ну, как по мне, блин, это перебор уже. Как бы, блин, 500 тысяч потерять и вообще фому потерять, это такое себе, знаете. Вдруг у кого-то, кто-то уехать там может и так далее. Так, общак семьи, вот, пожертвовать деньги, пополнить баланс бизнеса. Вот, общак семьи. Внести деньги, взять деньги, баланс. У нас минус, видите, Family, Кирилл Гейм, у нас минус. Так, общак семьи. Давайте внести, я думаю, деньги. Положим сюда 20 тысяч, я думаю. Так, создатель. Ну, вот в чем проблема, что заместители могут снимать бабушки. Я 20 тысяч положил, короче. Долг перед банком погашен. Так, давайте теперь посмотрим. Баланс. 12 тысяч. Давайте, я думаю, еще 8 тысяч я положу. Так, общак внести. 8 тысяч мы еще положим. Чтобы было 20-ка, ровно, короче. Ну, блин, такая система на самом деле, блин. 20 тысяч, короче. Family, Кирилл Гейм. Ну, такое себе, на самом деле, система такая спорная. Потому что платить за каждого человека, смотрите, просто пишем FOW. И из этих людей я должен просто платить. Смотрите, сколько их много в оффлайне просто. Из этих людей я должен платить. Блин, ну, такое себе, на самом деле, спорно. Реально, очень спорно. По мелочи, пацаны. Давайте сейчас по мелочи пройдемся. Пока я еду на другую ладкацу, так сказать. Где тоже сделали обновление. Теперь ремка чинить не на 100%, а на 80%. Как по мне, блядь, это пиздец. Нахера? Нахера так делать? Почему на 80? Почему не на 100? Ну, смысл в этом? Ну, зачем, блин? Ну, серьезно. Было такие обновления делают, что они нахрен не нужны. Зачем делать было, что ремка чинить теперь на 80%. Ну, это бред, блин. Ну, зачем? Теперь только в 100 можно починиться на 100%, либо у механиков. Ну, блядь, такое себе, на самом деле. Блин, ну, блядь. Ну, пиздец. У меня просто нет слов, реально. Вот, блин, нахера? 80%. 80%. Блин, ремки и так на 100%. Все были довольны. Никто не просил трогать ремки. Зачем их было трогать? Я не понимаю просто. Ну, а вот обновление. Я думаю, от какого все были просто в ахуе. То, что вернули казино. Да, вернули казино в Батырево. Я не знаю, это единственное казино или нет. Если единственное, то у владельца этого казино будет финка очень даже неплохая. Вот такое вот казино. Да, я думал, ему, кстати, сделают внешний вид, как и было раньше, типа, знаете, там. Но нет. Интерьер там вроде бы как остался тот же самый. Давайте я вам продемонстрирую даже. Ностальгия. Казино ностальгия. Ну. Сколько, блядь? Ебать его в рот. 10 тысяч ход, вы что, ебанулись? Интерьер, да, тот же самый остался. А я видел, писали, что... А, всё. Казино по госу стоит, кстати. 100 лямов. Казино стоит по госу. Эм. Ебаный хуй. Казино стоит по госу за сколько? Стоп, 100 миллионов или сколько там? Ну, не, стоп, по-моему, там больше. А, миллиард, ебать. Не, я понял. Всё, казино, короче, пацаны, это уже не бизнес. Я не знаю, это единственное казино или нет, какое есть на сервере. Но уже казино не будет как бизнес. Это будет просто казино и всё. Это не будет как бизнес, короче. Поэтому вот такие вот дела. Ты снимаешь, да. Да, я снимаю, дружище. Казино теперь не будет как бизнес. Это теперь будет просто казино. Люди смогут туда ходить, только играть и всё. А деньги получать с этого бизнеса никто не будет. Точнее, это не будет бизнесом, короче. Я думаю, вы поняли. Максим Бутовский, привет тебе. Так, давайте, я думаю, ему 10 тысяч дадим. Ну, всё, что у меня есть, в принципе. Так. Дай диггл. Зачем? Зачем тебе диггл? Ну, короче, вот такое казино вернули. Ну, блин, на самом деле, было бы круто, если вернули именно старое казино. Я думаю, это было бы очень круто. И вообще по кайфу. Но так тоже неплохо. Ну, я думаю, за 1 миллиард его никто не купит, в принципе. Ну, я же вроде бы не ошибился. За 1 миллиард. Ну да, вроде не ошибся. 1 миллиард вроде он стоит. Я сейчас занят. Серию снимаю. Про обновление. Я сейчас занят. Серию снимаю про обновление, дружище. Я потом тебе дам катнуть. Сейчас не до этого. Вот, написано. Данное казино стоит очень дорого. И в будущем мы сделаем запрет на его покупку. В него можно будет только зайти и играть. Водельца у данного бизнеса не будет находиться. Оно находится на старой шахте, короче. На старом месте, где шахта. Шахту принесли. Я знаю, куда даже. Я даже сразу понял, короче. И даже искать не придется. Я знаю, где новая шахта, в принципе. Это было и так всем понятно, я думаю. Блядь. А я думал, шахта будет не здесь. Но она, оказывается, вот здесь. Я манал. Это шахта или... Или... Нет, стоп. Она еще не работает, походу. Ее еще не задействовали. Но, блин, она очень круто выглядит. Круче, чем предыдущая шахта была. Блядь. Я думаю, принесли, знаете, вон туда один новый городочек, в принципе. А, вот. Теперь здесь можно работать. Я так понял. Да. Они говорили, что можно будет и под землей работать. Вот пишут. Из-за добавления казино мы принесли шахту в новое место. Теперь шахта находится в новом районе. Который появился между городом Арзамасом и ПГТ Батырево. Если вы не знаете, где это, вам всегда поможет GPS. Также теперь на шахте можно добавить... Добывать ресурсы. Как внутри самой шахты, так и снаружи ее. Ну, я думаю, вы это поняли, в принципе. Передашь привет. Артур Кабанов. Привет тебе. Передал. Привет тебе, Артур Кабанов. И также здесь бизнес добавят. Ну, прикольно, чё. Я бы себе, кстати, здесь бизнес купил бы. Наверное, е. Хотя, хрен знает. Что-то они много сильно бизнеса в этих 23 на 7 добавляют. На самом деле, блядь, их в Арзамасе просто пиздец. Понимаете? Этих 24 на 7. И они еще сюда их пихают. Ну, зачем, блин? Сильно много как-то их. Хотя, ладно, блин. Это их уже дело, в принципе. Блядь. Хоть радар столько поменяли на 60. Спасибо большое. Тут раньше радар на 10 был. Минуточку внимания. Хочу поставить бизнес у своего друга. Его бизнес это СТУ в городе Южный. Найти его вы можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПГ Южного. В СТУ вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто. Поставить азот, чтобы сгибать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также подчинить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТУ. На самом деле я думал, что шахта новая будет вот здесь. Что она будет вот здесь прямо, это шахта новая. Ну, потому что, ну, как-то похоже, знаете, может, шахта тут была, должна быть. Ну, видите, этот район еще не заселили вообще. Шахта вон там теперь находится. Ну, есть такое, на самом деле, спорное. Я думаю, рыжикам будет трудно его найти. Ну, разве что по GPS. А именно там, без GPS они, мне кажется, его вообще не найдут. Блядь. Ладно, хоть с ним уже. Без GPS, мне кажется, не найдут. Место такое, на самом деле, тоже спорное. Здесь добавили, наконец-то, маппинг. Вот такой вот домик. Довольно-таки прикольно. Вот такой домик. Добавили маппинга, добавили. Ну, красавчики, вроде бы как. Все нормально, все хорошо, все заебись. Видите, эту гуру тоже сюда перенесли, типа, как бы и так далее. Ну, нормально, что? Ну, неплохо выглядит так. А мусорку, получается, да, убрали. Мусорку убрали. Шахта теперь здесь. Ну, довольно-таки прикольно. Так, еще такие мелкие обновления покажу. В донате добавили, что можно, типа, судимость убирать. Сейчас я это посмотрю. Типа, вот, по просьбе игроков добавили возможность снятия судимости через донат. А где эти судимости я что-то не вижу вообще. Снятие предупреждения. Повыть законопослушность. Смена. Ага. Навики оружия. Рецепты. Вип. Смена пола. Сердце не купить. Вип номер. Снятие судимости. Вот, 9 кредитов стоит одна штука. Ну, не знаю. Мне, честно, похрен. Я вообще в тюрьме никогда, ну, где-то месяца, наверное, 3 уже не сидел в тюрьме. Поэтому, как-то так. Теперь сделали такую хуёвую дичь, на самом деле. А при покупке телефона теперь даёт случайный номер, который можно сменить в 24 на 7. Уже после покупки телефона. Все мы добавили общак, в принципе, это я вам показывал. Как бы там и так далее. Изменили время слёта домов и бизнесов. За одним столом в казино теперь может играть, кстати, 15 человек, а не 10. Механики теперь могут чинить от 500 до 2500. Губернатор области теперь может выдавать 3 премии в сутки. Удомление о получении бесплатной рулетки теперь не будет фуда в чате. Добавили новое рулевое мероприятие. Забег. Мероприятие проводится на стадионе Арзамаса. Сдаются ролики, конки, но это всё понятно. Ну, я думаю, всё я вам показал. В принципе, подробно вы можете почитать про обновление в официальной группе Амазинга. В принципе, я вам показал чисто то, что мог показать. Рассказал то, что мог рассказать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok